Территория машин Всем привет! С вами Территория машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам об американском двоечнике и штрафах для электромобилей. Компания Евронкап опять решила побить автомобили об стену. Эта организация занимается подобным постоянно, чтобы выяснить, какой автомобиль безопаснее. Кроме того, результаты краш-тестов позволяют производителям корректировать конструкцию машины с целью улучшения показателей. Ну так вот, европейцы на медне решили стукнуть два автомобиля – знаменитый американский Ford Mustang и новинку от Volvo – седан S90. Результаты теста Мустанга поразили всех, в плохом смысле слова. Специалисты отметили, что спорткар отстает от прогресса практически по всем показателям. Виной тому – почти полное отсутствие современных систем безопасности. По этому показателю Ford набрал жалкие 16% против почти эталонных 93% у Volvo. Защиту водителя и пассажира американец обеспечивает на 72%, в то время как у шведского седана этот показатель равняется 95%. Результат оказался ожидаемым – Ford Mustang получил всего две звезды из пяти возможных. Похожие цифры некогда показывали китайские поделки, но от огромной транснациональной корпорации подобного никто не ожидал. Похоже, руководители проекта Mustang ждут тяжелые времена и долгие выяснения отношений с руководством компаний. Кто про что, а мы снова про электромобили. Их в нашей стране мало, но власти всячески стараются простимулировать население к их покупке. Нулевые ввозные пошлины, преференции на платных парковках и еще куча всего. Но парадокс в том, что именно в парковках и кроются проблемы некоторых владельцев электрокаров. Предположим, вы владеете, скажем, электрическим рынок Ангу. Внешне он совершенно неотличим от бензинового собрата. Так вот, вы ставите его на парковку, зная, что она для вас бесплатная, и получаете штраф. А все потому, что парконы и инспекторы с планшетами знать не знают, что это электромобиль и тупо выписывают штраф. Предлагалось даже создать единый реестр электромобилей, но инициатива перешла в категорию «Обсудим потом». Самым логичным шагом была бы специальная наклейка или особый вид номерного знака, как в некоторых странах. Власти обещали подумать. Главное, чтобы не забыли. Это была территория машин. Не забывайте пристегиваться. Территория машин